Не грамма больше. С чего начинается тренировка по художественной гимнастике? Взвешиваю, ну, конечно, не все. Кто расположен в полноте, тот заходит в зону и взвешиваю. Переходный возраст. Почему совершеннолетие не радует спортсменок? Понимаю, что больше, в принципе, нет смысла тренироваться, потому что лучше уже не будет. И образец для подражания, на кого хочет равняться подрастающее поколение. Не нравится ли все ниже, потому что он много победил на олимпиадах. Растяжение, разрывы связок, повреждения суставов, травмы, заболевания профессиональных спортсменов представляют собой отдельный раздел медицины. Причем на здоровье сказываются не только занятия экстремальными видами спорта или, к примеру, борьбой. Элегантная художественная гимнастика или даже лёгкая атлетика могут привести к хроническим заболеваниям. Впрочем, на то он и спорт, чтобы укреплять не только тело, но и дух. Раз, два, три, четыре, пять, переход. Пам-пам-пам. Артистизм, эмоциональность, чувство ритма, эстетическая гимнастика. Младшая сестра гимнастики художественной. Здесь во главу угла поставлена не спортивная, а скорее хореографическая подготовка. Благодаря этому тренироваться и выступать можно много лет без риска для здоровья. В художественной гимнастике это, как правило, до 17-18 лет. Это вот потолок. Бывают, конечно, гимнастки постарше, но, в принципе, это физически очень сложно, да. В эстетике это студенческий, вот у нас в данном случае, вид спорта. И вот в краснодарской команде «Небеса» стоит замечательная девочка Мария. Ей 32 года, она мать двоих детей. Яна Сучугова – двукратная чемпионка России по художественной гимнастике. Ей всего 20, но она уже несколько лет не занимается этим видом спорта. Завершить карьеру девушка решила, будучи еще в 11-м классе. Как бы понимаешь, что больше, в принципе, нет смысла тренироваться. Потому что лучше уже не будет. И просто так, ну, тоже здоровье, травмы, все это присутствует. И как бы понимаешь, что лучше остановиться сейчас. Остановилась, отдышалась и пошла учиться в институт путей сообщения. Но в высшем учебном заведении, узнав по достижению студентки, пригласили ее в собственную команду по эстетической гимнастике. Все чемпионаты Москвы и Московской области, которые поближе, скажем так, естественно, мы посещаем. Идет прямое общение с тренерами. То есть мы, конечно, стараемся сразу выискивать этих спортсменок и приглашать в ВУЗ. В команду могут входить до 20 гимнасток, тогда как в художественной 6 уже предел. Выступления длятся дольше, а программа больше напоминает танцевальный номер. Среди основных элементов здесь прыжки, вращения и перекаты. Тем не менее, соблюдение строго диеты от спортсменок обычно не требует. Ну, в любом случае, это должно быть все очень подтянуто, стильно, красиво, достойно, никаких лишних складок. Все тренировки проходят в спортивном зале университета. Сейчас команда «Экспрессия» готовится к чемпионату России. Музыка итальянская, а тема программы – любовь. Гимнасткам необходимо показать весь накал страстей, используя язык тела и маленькие женские хитрости. Все начинается с подачи команды, как команда выходит на площадку. Потом, конечно, оценивается образ, костюмы, прически, макияж, все вместе. Музыка, движение под музыку, работа, синхронная работа девочек на ковре, техника исполнения элементов. Два часа утром, два часа вечером. За неделю до соревнований студентки будут тренироваться в усиленном режиме. Впрочем, профессиональные спортсменки живут в таком ритме не только перед важными стартами. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова в гимнастических залах провела 14 лет своей жизни. Ну и сейчас спортсменка приезжает в бывшее училище 6 дней в неделю. Правда, уже не в качестве воспитанницы, а директора. О прежних достижениях Юлии напоминают только фотографии на стене почета. Все же на шпагате растет, в растяжке, да. Так как гимнастка должна быть и гибкой, и растянутой, это одно из самых главных. Без этого, в принципе, хорошей гимнастки не может быть. Теперь чемпионка несет ответственность не только за себя, но и за всех воспитанниц центра. Первый набор в школу Юлия провела в сентябре этого года. Каждую девочку директор, а по совместительству тренер, выбирала лично. Кандидаткам с различным уровнем подготовки было одно общее требование. Все гимнастки должны быть стройными, красивыми, тонкими звонками. Взвешиваю, ну, конечно, не всех. Кто расположен в полноте, тот заходит в зал кинусе. В самой младшей группе сейчас тренируется 11 девочек в возрасте от 5 до 8 лет. От них сложнее всего пока добиться внимательности. Занятия начинаются с пробежки, прыжков затем переходят к растяжке. Я хочу просто быть олимпийской чемпионкой. Чтобы я не была худшей, а была самой лучшей и самой гибкой. Но перед тем, как побеждать на серьезных спортивных состязаниях, гимнасткам придется провести в зале минимум 5 лет. С возрастом станет понятно, сможет ли спортсменка выступать сольно или станет частью команды. 12-летняя Луиза Гарифулина – гимнастка-одиночница. Она не только тренируется, но и живет в стенах училища. Это позволяет сосредоточиться на тренировках и одинаково ловко управляться со всеми снарядами. В полдевятого иду на тренировку, в девять у нас хореография. До без пятнадцати двенадцать мы тренируемся, потом бежим в комнату, переодеваемся и идем в школу. Школа у нас до полпятого, потом мы приходим в комнату, переодеваемся, все делаем и идем на тренировку. Но тренировка у нас где-то с пяти до девяти иногда бывает, иногда до полдевятого. Впереди у Луизы всероссийские соревнования юниора. В первый день тренировок Юлия Барсукова знакомит спортсменку с программой выступления. В задумке тренера упражнения должны выполняться под знаменитую композицию «Эдит Пиаф». Ну, мне кажется, она похожа на француженку, особенно если ее оденем, когда купальник, накрасим. Вот сейчас пробуем сделать упражнение без предметов, под эту композицию музыкальную. Не знаю, может быть, сейчас мы сделаем, на соревнованиях посмотрим, мне не понравится, мы опять переделываем. То есть в течение года постоянно происходит это так. У нас движение, все в движении находится. Образ спортсменки и чувство ритма роднит художественную гимнастику с эстетической, но противопоставляет ее спортивной. В этой дисциплине искусству места нет. Точность движений, скорость и чистота исполнения. Именно это оценивают зрители и судьи. Марина Караульна выводит своего сына Мишу на спортивную гимнастику уже три года. В свои семь лет мальчик уверенно держится на гимнастических снарядах и готовится защищать первый юношеский разряд. Он с детства был очень подвижный, очень гибкий, любил разные физические упражнения. Вот поэтому как-то у нас школа недалеко от дома гимнастическая. Ну вот решили попробовать, получилось, и поэтому пока застались в гимнастике. В этой школе спортивной гимнастикой занимаются исключительно мальчики. На тренировках больше силовых упражнений и опорных. К примеру спортсменов учат не только стоять, но и ходить на руках. Это пригодится в программах на коне, брусьях, а также на любимом снаряде Миши – перекладине. Именно на ней показывают чудеса владения собственным телом Алексей Немов. Несмотря на то, что спортсмен закончил свою карьеру гимнаста, на три года раньше рождения Миши мальчик знает всю биографию спортсмена и его достижения. Мне нравится Алексей Немов, потому что он много побеждал на олимпиадах. Увидеть своего кумира мальчик смог на открытом мастер-классе в спорткомплексе «Олимпийские суда». На всероссийский день гимнастики приехали больше 600 детей из разных спортивных школ. Звезды от спорта не только общались с детьми и раздавали автографы, но и лично могли оценить их успехи. Ах, ничего, ничего, ничего. То поколение, которое сегодня очень хорошее, крепкое и целеустремленное. Мало того, они очень воспитанные и сильные духом. И вот Миша сказал, что он хочет золотую медаль получить на его любимом снаряде на Олимпиаде. Я ему искренне это желаю, Миша. Одна из целей государственной программы «Спорт Москвы» – подготовка Олимпийского резерва. Для этого в период с 2012 по 2018 год в столице необходимо увеличить количество тренировочных баз и улучшить их техническое оснащение. Также стоит задача привлечь дополнительные квалифицированные кадры в области физической культуры и спорта. Для этого из бюджета города выделено больше 220 миллиардов рублей. Можно с полной уверенностью сказать, что на Олимпийских играх состав московских спортсменов, я думаю, будет где-то на уровне 23% членов сборной Российской Федерации. Мы к этому готовимся. Это основной критерий. Эстетическая гимнастика пока не входит в число олимпийских видов спорта. Однако случись это число московских спортсменов сборной было бы в разы выше. Так столичная команда «Экспрессия» сумела завоевать титул чемпионов страны. Теперь девушки готовятся к международным соревнованиям. Но признаются, самое страшное для них уже позади. Когда все свои, всегда тяжелее бороться. Да, вот к сожалению, получается так. И российские команды, конечно, в сегодняшний день самые сильные в мире. Поэтому в основном борьба идет среди российских команд. Наши спортсмены не раз доказывали, Россия сильнейшая страна в мире гимнастики на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Именно отечественные команды и одиночники заняли и дестал почета. Такого же результата их ждут и на следующих играх в Рио-де-Жанейро.